Привет друзья с вами Виктор, сегодня приготовим очень вкусный и нежный чизкейк. Посмотрите как аппетитно выглядит, мне очень нравится чизкейк по этому рецепту, думаю что вам тоже понравится. Начнём с приятного просмотра. Для песочного теста нам понадобится мука просеянная, масло сливочное мягкое, сахарная пудра, желтки куриного яйца, разрыхлитель и соль. Для сырной массы нам понадобится сырное масло несладкое, сахар, сливки, куриные яйца, масло сливочное мягкое, крахмал картофельный, ванильный сахар и соль. Для крема нам понадобится сыр маскарпоне, сахарная пудра и сливки и также нам понадобится тёртый молочный шоколад для украшения, подробная рецептура в описании под видео. Для начала приготовим песочное тесто. В большую миску пересыпаем просеянную муку, сахарная пудра, разрыхлитель, соль, желтки, масло сливочное мягкое, сначала перемешиваем с помощью ложки. Вот сейчас можно начать перемешивать рукой до однородности. Смотрите уже формируется комочек теста, вымешиваем дальше. Тесто должно получиться мягким и одним комком. Месим 3-4 минуты. Тесто песочное готово, получилось хорошее, мягкое, удобно с ним работать. На съёмную форму кладём пергаментную бумагу, диаметр формы 24 см, можно приготовить и без бумаги, к этой форме не прилипает тесто, но с пергаментной бумагой немного проще перекладывать чизкейк на тарелку, поэтому буду использовать пергаментную бумагу. Сверху укладываем саму форму, придавливаем со всех сторон и закрываем. Вот и всё готово. Укладываем на дно формы песочное тесто, равномерно по всей плоскости, тесто мягкое, поэтому это не сложно сделать. Кстати в этой форме есть температурные ограничения, максимальная температура 230 градусов. Если температура будет выше, форма испортится, послазить антипригарное покрытие. Ложкой сделаем более ровную поверхность теста, отправляем корж в духовой шкаф на 8-10 минут при температуре 180 градусов, без водяной бани. После 8 минут нужно проверить корж, если мало, то оставить ещё на 2 минуты. Вилкой прокалываем тесто полностью в 5-6 местах, чтобы тесто не вздулось во время выпекания. Когда корж будет готов, его нужно оставить на поверхности на 10-15 минут, чтобы он полностью остыл. Начинаем готовить сырную массу для чизкейка. В большую миску перекладываем мягкое масло, сахар и соль. Взбиваем миксером 1-2 минуты до однородности, чтобы сахар почти растворился. Добавляем ванильный сахар, можно ванильный сахар добавлять сразу вместе с сахаром в начале. Продолжаем взбивать 1-2 минуты. У меня на канале есть видео, как приготовить чизкейк без выпечки. В описании я оставлю ссылку на это видео, заходите и смотрите, там намного проще. Пришло время вводить яйца. Яйца нужно добавлять по одному. и взбивать 1-2 минуты между каждым добавлением. Добавляем следующее яйцо, взбиваем 1-2 минуты. Так нужно ввести все куриные яйца. Последнее яйцо взбиваем 1-2 минуты. Отлично. Добавляем крахмал, сырную масло не сладкую, этот сырок продается во всех супермаркетах. Взбиваем до однородности 2-3 минуты. Если нет миксера, венчиком тоже можно взбить. Лопаткой хочу собрать края в середину, так как миксер не захвачивает полностью края. Дальше продолжаем взбивать до однородности. Добавляем последний продукт, это сливки. Взбиваем 1-2 минуты. Готово. Посмотрите какая получилась однородное сырное масло. Хочу обратить внимание, что достаточно жидкое. Песочный корж готов и полностью остыл. Форму сверху на корж выкладываем в сырную массу. Рецепт рассчитан на диаметр формы 24 см. Слегка раздравляем поверхность лопаткой или ложкой, кому как удобно. Чизкейк отправляем в духовой шкаф на полтора часа при температуре 110-130 градусов. Первый час ставим температуру 110 градусов и последние 30 минут ставим температуру 130 градусов. При этом духовой шкаф нежелательно открывать, но вам буду показывать каждые 30 минут, что происходит с чизкейком. И обязательно нужно сделать водяную баню, то есть поставить миску с водой в духовой шкаф. Через 30 минут я вам покажу как он будет вылететь. Прошло полчаса, практически ничего не изменилось, только немного поднялся. Ждём ещё полчаса. Прошло ещё 30 минут, цвет не поменялся, а сырник продолжает расти дальше. Сейчас ставлю температуру 130 градусов и оставляем ещё на 30 минут. Друзья, чизкейк поднялся уже выше формы, цвет бледный из-за того, что открывал духовой шкаф, хочу ещё оставить на 10 минут при температуре 130 градусов, чтобы был золотистый цвет. Прошло 10 минут, цвет отличный, всего выпекал чизкейк 1 час 40 минут, но достаточно и полтора часа, если не открывать духовой шкаф. Когда мы достали чизкейк, первое что нам нужно сделать, это с помощью лопатки пройтись по всей окружности и формы по краям, не спеша, глубина 2-3 см, чтобы отлепить чизкейк. Это нужно для того, чтобы чизкейк садился равномерно. Достаточно оставляем чизкейк на 6-8 часов, чтобы он полностью остыл. В течение этого времени сырник сядет на 2-3 см. Для вас, друзья, время пролетит незаметно. Чизкейк полностью остыл, как я говорил, он сел на 3 см, может быть больше, так как сырник был выше формы. За счет того, что мы прошли с лопаткой по окружности формы, сырник равномерно сел. Прошло где-то 10 часов. Бывают случаи, когда сырник посредине трескается, но это ничего страшного. Достаём сырник из формы. Ещё нужно пройти с лопаткой по окружности формы, аккуратно, не спеша, где-то 2-3 см, чтобы легче было снять форму. Открываем форму. В некоторых местах ещё помогу лопаткой. Поднимаем форму, лишнее убираем. Чизкейк готов. Готовим крем. В большую миску перекладываем сыр маскарпоне, добавляем сахарную пудру, взбиваем до народности 1-2 минуты. Добавляем сливки. Ещё раз взбиваем 1-2 минуты, крем готов. Смотрите какой нежный получился крем и очень аппетитный. Прикладываем чизкейк на тарелку с помощью лопатки. Вот так. Главное не спешить. Сейчас, друзья, наступил самый интересный и завершающий этап приготовления чизкейка. Будем украшать. Вот такой у нас получился красивый чизкейк. Смазываем сырник полностью кремом. Крема много, поэтому вам решать какое количество вы хотите крема. Я люблю, чтобы было побольше крема. Это можно ещё делать лопаткой или ложкой. Сливочный крем можно заменить на солёную карамель. Тоже будет вкусно. Но это уже другая история и другое видео. Поехали. 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 Посыпаем сверху тёртым молочным шоколадом. Бока оставлю в таком виде, как есть. Посыпаем толстым слоем шоколада. Друзья, чизкейк готов. Очень вкусный и нежный получился. При готовлении есть свои нюансы, но я их уже все вам рассказал. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписался. Приятного аппетита. До новых встреч.